Я хотел бы отметить то, что сегодня науки о жизни. Они крайне актуальны, крайне важны. И в данном случае в этом направлении находят свое место ученые и химики, и биологи, и медики, и информатики. Здесь, конечно, вопросы создания новых материалов. Почему? Потому что практически любая сегодня отрасль не может обойтись без новых материалов. Это касается и традиционных отраслей, промышленности, автомобилестроения, но и таких высокотехнологичных, как оборонный сектор, авиакосмические технологии. И в этой связи в Академии наук активно развивается кластер именно авиационных комплексов. Конечно, в настоящее время хотелось бы более активно, чтобы развивался социогуманитарный блок. Потому что сегодняшняя ситуация, с которой столкнулось общество и в целом весь мир, она показывает то, что осознание человека и его место в этом мире, в этом обществе, оно было несколько недооценено. Мы должны немножечко перевернуть свою картину, свое мировоззрение. И в этой связи, конечно, без ученых гуманитарного профиля сделать это на научных основах невозможно. Чем это шревато? Тем, что без научных основ могут фактически перевернуть наши умы, умы в том числе и молодежи, и сформировать абсолютно искаженную картину мира, которая не соответствует действительности. Поэтому, конечно, наши историки, социологи, философы, они во многом сегодня нацелены, в том числе и на формирование такой единой целостной картины мира, гармоничного мира, где человек, природа, общество, государство абсолютно друг друга взаимодополняют и живут совместно на результаты. Продолжение следует...